МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН ДОМ Аналитики отмечают, что в марте стремительно растут продажи семян и товаров для дачников. А еще утверждают, что интерес к земле связан с психологией. Человеку спокойнее, когда у него есть запас продуктов. Так что с какой стороны не посмотри, а весной все дороги ведут на дачу. Здравствуйте, с вами Александра Винниченко и телеверсия журнала «Сады и огороды Приморья». О чем будем говорить сегодня? О самых полезных растениях, которые идут и в суп, и в чай, и в бонсай, словом, и в пир, и в мир, и в добрые люди. Также вспомним о превентивных мерах борьбы с непрошенными гостями на грядках. А еще попробуем уху по-карельски и заодно побываем на кухне, которую хозяйка в период дачного межсезонья успела отремонтировать и оформить в морском стиле. С конца зимы дачникам приходится решать сложную задачу. Как разместить на подоконниках все 777 плошечек с рассадой? А ведь есть еще и комнатные растения. А среди них особо ценные те, которые цветут, или те, которые можно использовать как специи для приготовления ароматного чая, для профилактики и лечения заболеваний, для формирования бонсаев, которые украшают дом и заставляют нас думать о прекрасном. Такие растения выращивает наша давняя знакомая из Владивостока Анна Алексеева. Сегодня поговорим о классических пряностях, которые мы можем... Вот, допустим, лавровый лист, лавр его зовут. Все мы покупаем в магазине обычный сушеный лавр, но вот этот, именно вот этот вид, сорт лавра, это называется нобелис. Вот у него красные такие стебли. Когда он становится постарше, он прям бордовый-бордовый, очень красиво. Лист у него, край, видите, волнистый. И он сам компактный. В отличие от того старого лавра, который был у нас, у мам, у бабушек, это другой сорт. По отношению к старому лавру, он еще такой ароматный, чуть-чуть вкус такой с легкой какой-то сладинкой. Больше получается просто неземного вкуса. То есть именно отрывать, свежий листик бросать, шикарный. И плюс он красивый, компактный. Травка, которая используется, как и в чай, и в кулинарии. Это всем известный тимьян. Его еще называют чабрец, не путать с чабером. То чабера, аромат может быть похож, но вкус с яркой-яркой горчинкой. Вот этот такой, чуть-чуть с остринкой может быть. Опять же, куча сортов есть со вкусом грибов. Но вот этот классический тимьян, именно этот вид рекомендуют для домашнего выращивания. Потому что он очень-очень мелкий, стелящийся. Его можно подсадить к розмарину. И будет красиво. Он легко зацветает без проблем. Компактный, красиво свисает, не вытягивается. С ним очень вкусно пиццу делать. Вот просто у тимьяна листики, как, бросить одни листики, потому что веточки жесткие, берете и в обратную сторону раз, и вот вам, пожалуйста. Посыпали пиццу сверху, ну и сыр натерли. Очень вкусно. А сушеный тимьян, он меняет вкус. И с сушеным тимьяном очень-очень вкусно овощные блюда. Голубцы, это просто, они придают неземной вкус. Такой необычный, какой-то вот ароматный. Уже капуста, она не имеет такого вот ярко выраженного капустного какого-то привкуса. Вот как-то облагораживает очень сильно запах, аромат и вкус капусты. Розмарин. Он есть сортов миллион. Но вот их видно, что они разные. Вот этот вот розмарин обычный, голландский, который продается в магазине, вот эти вот веточки. Он кустовой. А вот это вот лекарственный розмарин, он ползучий, но вот этот вот сорт, он не совсем ползучий, но у него длинные междоузлия, и он потом в итоге зависает. Если, конечно, его не формировать на штамбе, то он будет как бы вот такой расползающийся куст. Его и в чай можно добавлять, но главное не переборщить, он все-таки горький привкус. А вот делать с ним и мясо, и рыбу, и картошку. Картошку запеченную, ее в ресторанах подают с розмарином. Просто отваренная картошка, можно в мундирах, можно без. Обваливаем ее в масле и много-много-много розмарина. Выкладываем в духовке при высокой температуре и быстренько запекаем до корочки. И он получается розмарин, как семечки. Он такой хрустящий, совершенно теряет вот эту при большом количестве горчинку. То есть ее не присутствует. Просто вот этот вот остается только аромат. Можно также смешивать его, кто любит, с тимьяном. В фольге запекают мясо и обкладывают специями, ну, пряностями свежими и розмарином. Но когда в фольге мы запекаем, он не высыхает. И поэтому тут не надо его много добавлять. В разумных пределах, чтобы он дал аромат, чтобы сильно не горчил. Потому что в чай мы кладем его буквально чуть-чуть. Потому что если переборщить, то он будет давать горечь. Пряности, они в сушеном виде и свежем, имеют разный вкус. То есть, если вы хотите попробовать и то, и это. Мне, например, нравится очень тимьян именно в свежем виде. В чай, в сушеном, он ни о чем. То есть, он вот в сушеном виде теряет, именно для заварки теряет. При длительной термической обработке сушеный тимьян, он хорошо отдает свой аромат. Но опять же, бонсай можно делать, это красиво. Помимо того, что мы их используем в еду, которые пряности очень ароматные, есть целое направление, которое занимается ароматами. Они влияют на психику человека. Они могут гармонизировать его какое-то начало. Допустим, если человек нервный, может подходить и постоянно трогать и нюхать розмарин, и он будет успокаивать нервную систему. Опять же, можно очень сильно увлечься этой историей и дома делать масла. Можно делать дистилляты из пряных трав, выделять эти масла. Ну, это отдельная тема. В общем, человеку важно чем-то увлекаться. С вами Александра Винниченко и программа «Сады и огороды Приморья». Наши предыдущие выпуски можно посмотреть на сайте sadprim.ru в разделе видео. Напоминаю, что в начале февраля вышел первый номер журнала за 2023 год. Партнеры журнала – ООО «Технорегион», компания «Ресурс», ООО «Сфера Кадастр», садовые центры «Флоригина» и «Загород», а также Приморский центр лазерной коррекции зрения и офтальмохирургии и центр флебологии. Лечение любой стадии варикоза лазером в центре флебологии. Устраняем варикоз, предупреждаем тромбоз. Современное оборудование. Клиника экспертного уровня. Центр флебологии. Лазер вместо скальпеля. Вы смотрите телеверсию журнала «Сады и огороды Приморья». Напоминаю, что уже вышел первый номер журнала за 2023 год. Обратите внимание на страницы 13 и 32. Там вы найдете советы по защите сада, которые пригодятся уже в ближайшее время. Ведь опытные садоводы начинают обработки уже в марте. Потому что наши действия должны быть превентивными. Кстати, об этом в следующем сюжете расскажет садовод и питомниковод Светлана Проскурина. Под кустики от муравьев, когда еще снег не спал, я расставляю вот такие баночки из-под детского питания. Сюда, значит, я наливаю жидкость от муравьев. Ну, ее разводишь, как написано на инструкции, вот этот муравьед. Значит, на ведро 10 литров, одну ампулу. Вот это все размешал, развел. Берешь оттуда литр, литр сахара. Это все размешиваешь хорошо, подогреваешь, ну, чтобы сахар развелся. И наливаешь четвертую часть баночки вот такой. Баночки из-под детского питания. Вот они закручиваются. Дырочку пробиваешь. Налил. Меньше, чем полбаночки. И наскосок ставишь дырочкой вниз, чтобы сюда не попадал дождь. Не разводил эту жидкость. Ставится это, когда еще снег не сошел. Это очень важно. Потому что если это поставить, когда уже снег сошел, муравьи тлю занесут на дерево. А когда снег не сошел, поставил вот эти вот все баночки, муравьи выползают, они уже как бы тлю и не несут. Им от нее что надо? Вот эта сладкая жидкость, с которой они кормят свою королеву в гнезде, чтобы она сеяла этих куколок муравьиных. Они набирают с этой баночки эту жидкость, несут в гнезда. Ну, естественно, накормят свою королеву. Ее не станет, а через 20 дней не станет муравьев. А если это поставить позже, тля уже будет на дереве. Муравьи погибнут, а тля просто догрызет. Эффект этот хорошо работает с этим муравьедом. Действительно помогает. Современные и функциональные кухни «Давита» создадут красоту и удобство в вашем доме. А безупречное качество и гарантия до 8 лет подарят уверенность в долгом сроке службы мебели. Соберем гарнитур на ваш вкус и под размер помещения. Приходите в наш дом. Наш адрес – Владивосток, улица Калинина, 4К. Телефон 25-220-25. С вами Александра Винниченко и программа «Сады и огороды Приморья». На календаре чудесное время – начало весны. А что делают дачники, пока не растаял снег? Они читают книжки и сайты по садоводству, выращивают рассаду, а еще занимаются ремонтом или, правильнее сказать, творчеством. Дачница из СНТ «Заря-1» Нина Рябова решила устроить у себя в квартире музей «Море». И представьте себе, он поместился на пяти квадратах хрущевской кухни. Отправляемся в гости? Тем более, что там нас уже ждет уха по-карельски. Когда я стала делать вот эту кухню свою, то мне стали попадаться разные вещицы, разные рыбки. Но так как кухня в морском стиле, я решила сделать шторку в виде сети. И в нее попали здесь и морские звезды, и маленький китенок, и щука, которая исполняет мои заветные желания. Ну, конечно, самое заветное, я бы хотела вживую увидеть китов, как они поют свои космические песни, полюбоваться пингвинами. Ну вот, пока это только мечты. Осьминоги, крабы и киты, ангел в тельняшке, а еще карта сокровищ. Как говорится, моря много не бывает. В меню морской суп. Сегодня мы вместе с вами приготовим рыбный суп или уху, но не обычный, а на молоке. Но сначала надо нам спассировать лук на сливочном масле и морковь. Морковка и лук пассируются на сливочном масле, а мы с вами тем временем режем картофель. Рыбный суп готовится, естественно, из рыбы. Сегодня у нас треска. Почему хозяйка кухни выбрала для оформления морской стиль? Оказалось, что дело в семейных традициях. Отец Нины Рябовой ходил в море на плавбазе «Советская Россия», которая вела китобойный промысел. И много рассказывал о своих походах, про дружный коллектив, про то, как там они видели этих и ловили китов. И когда вот стал вопрос о ремонте кухни, я почему-то решила это сразу связать, потому что папа строил этот дом и получил эту квартиру, и как бы в память об этом вот так вот захотелось сделать в морском стиле. Мы немножко далили водички сюда, и сейчас добавим картофель. Пока наш рыбный суп готовится, мы продолжаем расспрашивать хозяйку о ее морской кухне. Ну, часы тоже в морском стиле, как штурвал. И кит здесь у меня приплыл с Барселоны. Ребята-мастера выбрасывают в море остатки кораблей, и они делают сувениры и крабов, и разных морских животных. И вот мне попался такой кит. Теперь такая достопримечательность у меня на кухне. А это чайный домик в виде лодки. Ну, вот закрывалось одно кафе, и эти лодки выставили на распродажу. Мне как раз она вписалась в мою кухню. А вот здесь на кухне у меня еще живет голодная чайка. Она с любопытством смотрит, что я готовлю, и с нетерпением ждет. Это внук тоже сшил рыбок, и повесил ей она как бы с досточкой. Такое мне тоже помогает типа на кухне. Вот картошка приготовилась, теперь добавим рыбу. О, ну рыба почти готова, закипела. Сейчас мы добавим молока. Пахнет очень замечательно. Сейчас добавим зелень и будем пробовать. Молочно-рыбный суп или уха по-карельски. В кастрюле с толстым дном пассируем на сливочном масле морковь, лук и немного муки. Порезанный кубиком картофель отправляем к зажарке, доливаем воды, варим картофель практически до готовности. Затем добавить рыбу. В идеале белорыбецу, но подойдет и горбуша, кишечки, так можно использовать треску. После закладки рыбы по необходимости добавляем немного воды, продолжаем варить суп до готовности рыбы. В конце варки добавляем молоко, солим, перчим. Готовый суп подаем к столу, приправив свежей зеленью. Все мои друзья и знакомые знают, что у меня такая кухня, и поэтому стараются подарить мне соответствующие подарки. Вот прихватки, фартушек, салфеточки, все в таком стиле. Я очень довольна и рада вниманию друзей. На этом наша программа подошла к концу, и нам пора прощаться. Я желаю вам хорошей погоды, дружных сходов и весеннего настроения. До встречи! Современные и функциональные кухни «Давита» создадут красоту и удобство в вашем доме, а безупречное качество и гарантия до 8 лет подарят уверенность в долгом сроке службы мебели. Соберем гарнитур на ваш вкус и под размер помещения. Приходите в наш дом. Наш адрес Владивосток, улица Калинина, 4К. Телефон 25-220-25. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова